Возлюбленные Божьи, приветствую вас! Третий день поста, я думаю, не только нашего объединения, но многих, кто входит в этом начале 2022 года. Хочу поделиться переживаниями не только третьего дня, но немного и сделать некие такие обобщения за эти два дня. И тот, кто слушал мой эфир, я в первый день поста выложил мои переживания, которые я назвал «Гремучая смесь». И Господь повел меня во 2-й паралипоменон, 20-ю главу, где в этой главе я выложил 7 пунктов, не только что мы можем получить в посте, но точно так же. И принципы определенные для того, чтобы, как царь Иосафат сказал, верьте Господу Богу вашему, для того, чтобы мы были крепки. И верьте рабам, его пророкам, для того, чтобы мы могли иметь успех. И я из этих 7 пунктов выделил 4 пункта, которые, считая архи необходимы, должны быть в нашей жизни, в нашем служении, для того, чтобы, наконец-то, взорвать этот динамит, для того, чтобы он принес победу. И я обозначил 4 вещи. Это музыка, это пророческое слово, пророческие действия и единство. И когда это соединяется вместе, то это как раз и делает вот эту победную смесь, победные ингредиенты. И Господь в первый день просто сильно так обозначил для меня из этих 4 пунктов пункт единства. И я чувствую в своем сердце, что даже одного дня не хватило для того, чтобы, на самом деле, каким-то образом раскрыть эту капсулу, эту папку, этот пакет, для того, чтобы это, на самом деле, имело такое позитивное действие. И поэтому я, конечно, стараюсь донести это до церкви. Сегодня я нахожусь в Сибири, в Кузбассе, в моей родной церкви «Новый путь» города Белово, который мы открыли в 98 году. И нам как раз от 6 на 7 января исполнилось 24 года. И вот я так считаю, что вот это как раз слово, и сами понимаете, сам Господь сказал, что тогда, когда двое или трое собраны во имя Его, то происходит взрыв, потому что если даже двое могут договориться о чем-то, то происходит победа, аллилуйя, потому что это великое чудо, когда люди договариваются друг с другом. И поэтому я, конечно же, молюсь, и мы будем продолжать в этом двигаться, в этом работать, говорить об этом единстве, об этом общении, чтобы не получилось так, хотя мы не пройдем это, как апостол Павел, он просто молился и говорил, вы в сердце моем, но мне тесно в сердцах ваших. Поэтому во имя Иисуса Христа я молюсь, чтобы в этот год пришло расширение, пришло понимание, пришло благословение, аллилуйя, от этого единства. Даже если нам нужно будет поступиться и где-то что-то уступить, аллилуйя, где-то подвинуться, чтобы была вот эта любовь и понимание. Потом во второй день мне, я когда молился Господу, я просто какие-то частички только говорю, почему? Потому что на самом деле Бог, Он просто своим присутствием 24 часа в сутки даже во сне. Но что я хочу обозначить во втором дне непосредственно, ну не свое где-то и личное, а вот именно для нас, это Господь пришел ко мне и я ожидал переживания, переживания Его присутствия, но Он двинулся совершенно другой такой, скажем, стороной и начал говорить мне о стратегическом мышлении. И вот это стратегическое мышление, которое мы в церкви обозначили, я помню, когда еще несколько лет назад приезжал в Москву на конгресс Кругольного Камня Генри Мадава, он как раз говорил там о пяти пунктах стратегии. И вот я не хочу их сейчас обозначить, но хочу сказать о том, что он говорил о стратегическом подходе, что если мы, к примеру, говорим о молитве, то мы не должны просто ее, ну как бы сказать, оставить, что мы должны дома молиться. И мне понравилось, как он сказал о том, что пастырь говорит, не верьте, что ваши люди дома молятся, потому что, знаете, все равно нужна какая-то определенная поддержка. Сегодня ты можешь молиться, завтра не молиться. И вот как раз он говорил о нескольких таких столбах, в которых мы должны двигаться в стратегическом таком мышлении. Вот, к примеру, на примере молитвы мы должны обозначить для себя все, и наши тайные комнаты, и наши уединения. И когда мы молимся вместе на ночных молитвах или там на общецерковных молитвах, когда мы молимся утром, вечером, как это мы можем расширить, как это может двигаться и сделать больше молитвы дома, может быть, после собрания, во время собрания и так далее. Поэтому, чтобы мы стратегически к этим вещам подошли и тактически определили свои шаги для того, чтобы двинуться в этой стратегии и достичь наших целей. И, конечно, присутствие Господа в этом случае, оно совершенно другое. Здесь не просто его переживания, а здесь не как будто, а на самом деле чувствуешь на себе не только одного из семи духов, которые у престола Божьего, а прямо несколько духов. Дух ведения, дух разума, дух премудрости, дух откровения, аллилуйя. И вот сегодня третий день поста, и я бы хотел начать его с того, чтобы поделиться тем, что у нас было в молитвенном чате в объединении. У нас там брат Дмитрий, он начал молиться по песне песней и пророчески говорить о возвращении к первой любви и описал свои переживания. И потом, когда это еще подтвердилось сестренками в церковном чате, там они тоже говорили о том, что мы переживаем этот пост как возвращение первой любви. И когда это все соединилось, аллилуйя, и потом и Дима туда также это скинул, смотрите, что я получил. И получается не только подтверждение, получается определенный такой пророческий поток жизни и любви. И я хочу подхватить этот поток, тем более для меня 22-й код, он связан, и не только со мной, а в пророческих кругах, с 22-й буквой ТАФ. Это та буква последней еврейского алфавита, потому что в оригинале Господь сказал, я есть алиф и тав. По-гречески он альфа и омега, но он говорил по-еврейски, я говорю, алиф и тав, то есть начало и конец, аллилуйя, который включает в себя все буквы еврейского алфавита. Так вот, буква ТАФ, она имеет значение и имеет пентаграмму креста, слава Богу, и который показывает на Новый Завет, который показывает на Христа, аллилуйя, которую если читать, то получится, читая, мы увидим, что также одно из значений это завет, это печать, это метка, это крест. И вот когда, чтобы эту букву прочитать, то она читается ТАФ и ВАФ, это ВАФ, это тоже еврейская буква, шестая, которая показывает на гвоздь, которая показывает на Иисуса Христа, который пошел на крест, и гвозди пробили его. И поэтому соединяете две буквы, мы получаем, что завет, он в гвозде, поэтому аллилуйя. Но я о чем хотел сказать, я все-таки хочу вернуться не просто к завету, не к кресту, в котором мы находимся, а также к печати, потому что одно из значений этой буквы это печать. И вот смотрите, и вот эта печать, о которой молился наш благословенный брат, когда жених ухаживал за своей невестой, как он любил ее, она потом просто поет, вот этот гимн любви, положи меня, как печать на руку свою, чтобы вот эта печать любви была на сердце. Поэтому номер один, я хочу также вас мотивировать, аллилуйя, вот этой любовью, что номер один, позвольте жениху поухаживать за вами, как за своей невестой. Потому что мы так часто поем «Господи, явись», «Господи, приди», но даже не замечаем, что он уже давно явился, он давно уже пришел. И когда мы говорим эти вещи, просто переверните их, и вы увидите, да это он так ревнует, это он так поет, это он так мотивирует нас повернуться к нему. Потому что, когда мы поем, что жаждет меня душа моя, а на самом деле это Господь поет, жаждет его душа нас, понимаете, аллилуйя. Поэтому вот просто вот в этом посте, я вчера так получил, просто какая-то такая, знаете, фокус, концентрация ушла, думаю, Господи, где я нахожусь, как будто в Иезекииле 47 главе, а пусть несет, я бросаю все весла, аллилуйя. То есть, отдайся Господу, позволь Ему любить себя так, как Он хочет любить тебя. И вторая книга, это книга «Деяний», где Господь нас после песни-песни запечатал огнем Духа Святого, аллилуйя. И вот эта буква Таф, она появляется вот в этом огне, аллилуйя. И это не просто печать. Я также вас еще хочу познакомить с еврейским алфавитом, там 21 буква, которая имеет и пентаграмму огня, и Божьих зубов, вот этого трезубца, что в некоторых странах даже это есть герб. И вот этот огонь, он просто сходит на нас и Божьими зубами после того, когда жених ухаживает за своей невестой, вот эти Божьи зубы, они вонзаются в нас. И Господь говорит, я не отпущу тебя, я так люблю тебя, я жизнь свою отдал за тебя, я хочу гореть огнем в тебе, чтобы Божий огонь был не только на нас, как в Деяниях во второй главе, а он горел внутри нас, чтобы точно так же, как пророк Иеремия говорил, я готов был уже не выходить, потому что никто не слушает меня. Хотя было на нем пророчество, ты будешь проповедовать людям, но они не будут слушать тебя. Но огонь в костях моих, он так горел, что я не мог справиться с собой. Это вот точно так же, когда происходит, когда жених ухаживает за своей невестой, он просто переходит эти границы, и когда они становятся единым целым, они становятся мужем и женой, когда они уже не расстаются друг с другом, когда они уже не добиваются друг друга, когда они начинают жить друг другом, он во мне, а я в нем, аллилуйя. И его зубы настолько крепкие, что они никогда не отпустят меня, поэтому сдайся во имя Иисуса Христа в этом посте. И мы приходим к третьей книге, книге Откровения, где 50% слушал одного мужа Божьего, который также говорил об этой букве, он ввел 49% буква ТАВ, которая в значении печать, она находится в книге Откровения по сравнению со всеми другими книгами Библии. И мы на самом деле там видим так много печати, и помните, пророк там плакал, а кто сможет раскрыть, кто может открыть это, снять эти печати. И ангел сказал ему, не плачь, аллилуйя, есть тот Сын Божий, который раскроет эти печати, то есть наш Царь. Поэтому драгоценное в этой книге, когда мы приходим вот к этому пункту, тогда для нас и в этом посте раскрываются все печати, раскрываются все вопросы. Мы переживаем встречу, совершенные новоуровни, мы переживаем встречу с нашим Царем, аллилуйя. Поэтому посмотрите, я хочу обратить ваше внимание. Номер один, позвольте Господу поухаживать за вами. И это просто приведет к тому, что Он вцепится в вас, всею свою сущность, аллилуйя, Он не отпустит нас, аллилуйя. И потому что Он хочет не просто прозябать внутри нас, Он хочет жить внутри нас, Он не хочет просто быть закрытым в нашем духе. Он хочет распространиться в нашу душу и в наше тело, потому что мы все равно суть одно, дух, душа и тело, о котором 1 Фессалоникийцам 5.23 говорят, в целости надо сохранить не только дух, но и тело наше, и душу нашу. Потому что как раз Господь и сказал, чтобы мы любили Господа всем разумением нашим, всем сердцем нашим и всей крепостью нашей. Аллилуйя. И вот, и только потом мы с вами переходим вот именно, как я сейчас говорил о книге Откровения, и вдруг начинает вскрываться печати, получать ответы на все наши вопросы. И мы начинаем открывать нашего Царя, мы начинаем открывать, аллилуйя нашего Господа, нашего жениха в другой ипостаси. И нам начинают открываться те откровения, те вопросы, которые были запечатаны до этого времени. Поэтому драгоценное. Я благословляю всех, кто смотрел, слушал меня, аллилуйя, на пост. И даже тот, кто сегодня в других церквях, а не, может быть, не в посте, аллилуйя, то все равно примите это слово. Потому что Господь, Он движется, работает с нами. Просто самое главное, почему мы идем в пост, это просто у нас жажда по нему. Потому что мы уже, скажем так, устали, наверное, есть вот на этих всех предновогодних и посленовогодних вечеринок. И мы хотим есть Его, мы жаждем Его. И на эту жажду, аллилуйя, Бог, Он сильно откликается, аллилуйя, слава Богу, невеста обратилась ко мне. И Он будет любить нас, аллилуйя. Он будет цепляться за нас, аллилуйя, чтобы поглотить нас, чтобы съесть нас, так же, как Он сказал, чтобы мы ели Его. И открывать, аллилуйя, то, что Он хочет открыть для нас, что не открывает другим. И поэтому будьте благословены, драгоценны, с любовью. Аминь.